Дворяне вообще любили охоту, потому что они несли военную службу, а охота чем-то напоминала военные маневры. Александр Сергеевич в своих произведениях охоту затрагивал все-таки вскользь. Для него она была лишь развлечением, но не увлечением. Так что выезжал он редко и только за компанию. А вот Лев Николаевич любил охотиться с детства. И только когда стал вегетарианцем, страсть свою усмирил. Но шкура убитого медведя рядом с портретом Толстого не случайна. Это память об охоте молодого льва. Раненый разъяренный медведь накинулся на близ стоящего охотника. Этим охотником, к сожалению, оказался сам Толстой. Начал его рвать зубами, причем норовил укусить за лицо. Сейчас шкура такого косолапого лежит как трофей в доме Толстого в Хамовниках. Мне больше всего понравилась шкура медведя, которая упала на льва Толстого и картина льва Толстого. Антон Павлович выходил за добычей с двумя собаками. Только шел не к лесу, а к реке. Я думала, что Антон Павлович Чехов был писателем, а рыбаком я не знала, чтобы он был. Ловить рыбу с удочкой так приятно, что выразить не могу, писал Чехов в одном из писем. К охоте душа Антона Павловича не лежала, а вот рыбный ловлей увлекался всерьез. И единственными его попутчиками к пруду установились две его таксы. Для Чехова ничего не было лучше посидеть с удочкой, несколько часов к ряду, половить карпий, как он называл эту рыбочку. И вот выловив две-три штучки себе на обед или на ужин, Чехов остальных рыб отпускал обратно в пруд. Представить себе выставку, посвященную охоте без огнестрельного оружия, пожалуй, невозможно. Это ружье второй половины 19 века. Изготовили именитые тульские оружейники Шишковы. Рядом ектаж, охотничья сумка. Русская литература и охота – выставка, собранная Ассоциацией литературных музеев России. В ней участвуют 16 музеев и 4 библиотеки. Экспонировалась в Москве в Государственном музее Пушкина. И небольшая ее часть сейчас гостит в Шолохо в центре, где к ней присоединились местные музеи – областной Краеведческий и Таганрогский имени Чехова, а также Донская публичная библиотека. Елена Ребжанова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону.